Это щенки на улице Фурманова, которых мы сняли в феврале. Они живут в заброшенном доме вместе с целой стаей, которая мешает жить всей улице. В приюте для них места нет. С начала этого года федеральным законом об обращении с животными усыплять бездомных дворняк без медицинских показаний запрещено. А держать их пока негде. Краевые депутаты для исполнения федерального закона приняли местный проект. Но в нем пока много недоработок. Чтобы их решить, ЗАГС Собрание организовало рабочую группу. Самой проблемой является то, что органы искусственного управления не создали пункты передержки животных. И надо сделать это за них. Представители муниципалитетов парируют. Управление ветеринарии само виновата в том, что города и села не создают места для передержки. Ведь регламент отлова и содержания, принятые управлением, связывает руки. Желающих заниматься этим бизнесом просто нет. И господин Анатолий Тольч должен это знать. Да того, они зарегламентировали эту процедуру, связанную с рекомендацией и приказами. Но извините, те люди, которые этим занимаются, иногда крутят у виска. Вообще эти рекомендации и приказы делали специалисты, которые знали, что такое животное. Либо нет. Представители муниципалитетов предлагают по старой традиции полномочия по отлову и содержанию животных вернуть государству. Города и села этой нагрузки, по их словам, просто не выдержат. Ведь занятие это крайне невыгодное. Финансирования недостаточно. Я должен сказать, что мы проанализировали в рамках рабочей группы ситуацию других субъектов и, должен сказать, не в пользу нашего родного Алтая. Большинство субъектов с точки зрения финансирования где-то даже кратно сумму выделяют больше. В прошлом году на отлов, прививки от бешенства, стерилизацию и содержание бездомных животных было выделено 8 миллионов рублей. В республике Алтай, где население почти в 10 раз меньше, чем в крае, тоже 8. Про эту проблему говорят и в действующих приютах. Оплачивается по факту только отлов, включая работу ловца и бензин, аренду этого транспорта. И оплачивалось весь этот период нам 10 дней содержания. Ни стерилизация, ни меткование, которое также прописано, что сейчас обязательно меткование всех животных, мы клеймо всем ставим в левое ухо. Ни стерилизация, ни меткование, ничего не заложено. Пока депутаты решили одно. Краевой закон, принятый в первом чтении, допустят и ко второму. Значит, полновочия ловить, прививать и содержать животных, скорее всего, перейдут к муниципалитетам. А что делать последним, если приютов в крае почти нет? Чтобы ответить на этот вопрос, депутатам понадобится, пожалуй, еще не одно заседание. За это время щенки на улице Фурманово уже успеют вырасти. Андрей Дреер, Андрей Печеркин. Наши новости.